Что будет с экономикой Беларуси к концу года? Почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью? Где сейчас хранить деньги беларусам? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашими экспертами и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях. С экономикой в Беларуси все очень плохо. Гениальные управленцы Лукашенко довели ее уже до полуоборочного состояния. Но несмотря на это, белорусская экономика пока еще подает более-менее явные признаки жизни. Больной, конечно, совсем сдал. Дыхание сильно затруднено, сердцебиение неровное, но пульс все еще прощупывается. Хотя режим делает все, чтобы доконать сопротивляющегося, несмотря ни на что, пациента. И который, вопреки всем мудрым решениям так называемого правительства, продолжает жить. Зрители Маланки спрашивают, что же будет с экономикой в Беларуси к концу года? Ведь перспективы совсем не радужны. Ключевая проблема сегодня, что белорусская экономика утратила устойчивость, подверженность различным шокам. И на фоне санкций утрата возможности экспортировать значительную часть привычной экспортной корзины, она ввергает нас в ситуацию, когда, если совсем простыми словами, может произойти все, что угодно. В нормальные времена экономические прогнозы, они обычно строятся следующим образом. Есть некий базовый сценарий и допустимые, весьма ограниченные рамки отклонения от него. И вероятность того, что вот в эти рамки фактическое развитие событий пишется, она обычно свыше 90%. Сегодня, если мы с такой вероятностью 90% хотим будущее как-то предсказать, то эти рамки будут очень-очень широкие. Вот если пытаться все равно, несмотря на ключевой тезис, то, что устойчивость сегодня у белорусской экономики, это свойство где-то на нуле, пытаться использовать базовый подход, я бы сказал следующее. По умолчанию мы, если вот смотреть на те данные, которые доступны за первое полугодие, по итогам этого года пока трек, по которому мы следуем, это будет спад где-то около 6-7% по итогам года. Но здесь еще чуть-чуть в казуистику цифр на секунду удамся более корректно смотреть не на цифру спада выпуска год в году, а насколько экономика сократилась по сравнению с своим пиком, вот с наилучшим состоянием. Это для нас второй квартал 2021 года. Вот здесь к концу года мы при таком базовом развитии событий потеряем порядка 11%. То есть грубо, усредненно можно сказать, что средний белорус станет примерно на 10-11% беднее, чем он был в 2021 году. И второй ключевой параметр к благосостоянию, обычно который волнует всех, это инфляция. Тоже при вот таком условно-базовом сценарии я пока исхожу, что инфляция будет в диапазоне 15-20%, то есть примерно где есть сейчас. С одной стороны сохраняются так называемые проинфляционные мощные факторы, это перестройка цепочек поставок. Я думаю, что для всех белорусов сегодня не секрет, что огромное количество импорта, импортных составляющих очень сложно завести в страну, и поэтому они либо недоступны, либо на них растут цены. Вот этот фактор остается значимым. И влияние глобальной инфляции. С другой стороны, вот то самое ослабление доходов, оно ослабляет спрос, то есть снижает покупательную способность и является некоторым сдерживающим фактором для динамики цен. Вот объединяя все вместе, диапазон 15-20% видится наиболее вероятно, но опять-таки повторюсь, что сегодня эта вероятность относительно невысока для базового сценария. Если говорить об отклонениях от этого условно-базового сценария, повторюсь, сегодня отклонения от центрального сценария, они очень вероятны. Вот этот сценарий я называю центральным базовым соговорками. И отклонения прежде всего в худшую сторону более вероятны. Почему? Какие здесь причины? Мы до конца до сих пор не понимаем, что происходит с экспортом тех же калийных удобрений, нефтепродуктов. И допускаю вариант, что если очень слабый экспорт по этим позициям будет оставаться на протяжении нескольких месяцев, вот то, что мы по косвенным данным видим в апреле, мае, июне, то может последовать то, что упрощенно я называю срыванием штопора. То есть это может произойти через механизм, например, невозможности ряда предприятий расплачиваться по долгами. То есть возможно такое открытие ящика Пандоры финансовой дестабилизации. То есть такой вариант я бы абсолютно не списывал со счетов. И это может привести как к финансовой турбулентности, очень значимой, похожей на то, что было в феврале-марте, так и может углубить падение выпуска. Точно так же очень значимые риски присутствуют в отношении инфляции. Возможно, если какие-то новые витки санкционных ограничений, либо, например, отреагируют банки, скажем, Грузии, Казахстана на объявленный дефолт международными рейтинговыми агентствами, перестанут сотрудничать с белорусскими банками по оплате товаров, то вот вновь может наступить сбой логистических цепочек. Это может дать новый значимый импульс для инфляции. Вот те же самые финансовые риски, долговой устойчивости, о которых я сказал, это тоже может повлиять и на ускорение роста цен. Есть, конечно, и с другой стороны вариант, что все будет лучше, наоборот, базового сценария. И если вот то, что власти сейчас любят бравировать, что они очень успешно занимают новые ниши рынка в России, ну, действительно так, когда огромное количество стандартных импортеров из России уходит, пока действительно белорусские предприятия, ну, я не знаю, слово успешные, адекватные или нет, но они действительно закрывают определенные ниши. И вот это пока, наверное, такой основной стабилизирующий фактор. Плюс важная вещь, Россия готова финансировать, предоставлять белорусским предприятиям средства под маркой импортозамещения. И с той информацией, которая бравирует, что вливания под этим брендом, они могут быть достаточно значимы, и это тоже может быть фактором стабилизации. Кроме того, есть слухи, к сожалению, приходится ими оперировать в отсутствии засекречивания, при засекречивании официальной статистики, что несколько улучшается ситуация с поставками калийных удобрений, нефтепродуктов. Если это действительно так, это тоже может быть определенным фактором стабилизации. Поэтому, резюмируя все вместе, вот центральный сценарий, который я уже упомянул, это спад по итогам года порядка 6-7%, но отклонение, возможно, в любую сторону с доминирующими рисками в направлении более глубокого спада и более скорого августацинга. С самого начала войны в Украине полоумный диктатор завел себе привычку регулярно оскорблять украинцев. Он постоянно грозится им справедливым возмездием, призывает склонить голову и покаяться перед властителем русского мира, приняв неизбежное. Его карманная пропаганда захлебывается в ненависти к украинцам, прославляя подвиг ржавого российского оружия и плача о погибших на полях сражений орках. При всей вопиющей украинофобии, понимая то, что Путин развязал войну в Украине при непосредственном участии Лукашенко, принимая то, что с территории Беларуси регулярно происходят ракетные удары по Украине, а вероятность участия белорусской армии в войне вполне себе очевидна, у двух стран до сих пор не разорваны дипломатические отношения. Наши зрители интересуются, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Беларусью. Вопрос на самом деле любопытный, и с моей точки зрения на него должны отвечать прежде всего представители украинской власти. По одной простой причине. В 2021 году позитивная для Лукашенко, для режима Лукашенко сальдо торговля с Украиной составила 3 миллиарда долларов. Это после заявлений о том, что Украина осуждает Лукашенко, поддерживает протесты и прочее, прочее, прочее. Но в 2021 году мы продолжили покупать и бензин, и битум, и даже начали покупать электроэнергию, хотя белорусская АЭС построена Росатомом и с определенным прицелом. После 24 февраля экономические отношения упали на более чем 90%. То есть остался какой-то мизер двусторонний, я думаю, на уровне мелких коммерческих фирм. Но у меня создается впечатление, что украинская власть, к сожалению, не теряет надежды восстановить торговые отношения с Лукашенко. Сейчас, как бы это странно ни казалось. Хотя официальная позиция, что Лукашенко несет ответственность, ну как минимум за вторжение российских войск, за их размещение на территории Беларуси. У меня есть еще одно пояснение, почему Украина должна сохранять своего посла в Минске, а Игорь Кизим, надо сказать, очень опытный дипломат. Несколько недель назад двое белорусских добровольцев были захвачены под Лисичанском в плен россиянами. Я предполагаю, что их передадут Лукашенко, и Лукашенко их потащит на судебный протест, на процесс, для того, чтобы их осудить, скорее всего, к смертной казни. Ну, я думаю, что логика будет именно такой. И все-таки присутствие украинского посла, это, ну, я понимаю, что это слабый аргумент, наверное, но лучше такой аргумент, и чтобы был человек, который способен защищать тех, кто был, ну, тех, кто защищал Украину с оружием в руках, чем его не было вообще. Украинско-белорусские отношения находятся в достаточно сложном кризисе, и многие граждане Украины считают, что необходимо, чтобы, ну, эти отношения были разорваны. Но есть еще один момент. Тогда есть логичный вопрос. А почему они не были разорваны 24 февраля? И на этот вопрос на сегодня, я думаю, у большинства людей нет ответа. Просто украинско-белорусские отношения, они немножко сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Нам действительно качественно не хватает информации друг о друге. Мы смотрим друг на друга через призму российской пропаганды, я неоднократно об этом говорил. И это, ну, на самом деле, наверное, самая серьезная проблема. Гораздо серьезнее, чем отсутствие или наличие дипломатических отношений между нашими странами. Это не мейнстрим. То есть есть депутат Гончаренко, который, ну, он просто говорит и об этом, и о Тайване, и о Азербайджане, и о чем угодно. Но сказать, что вот это вот мейнстрим, и из этого, ну, то есть это звучит в каждом утюге, нет. Этого нет. То есть я думаю, что, скажем так, общенегативное отношение к режиму Лукашенко есть. Непонимание того, какой является ситуация в Беларуси, есть. А вот такого четкого призыва, ну, есть позиция, ну, например, европейской правды, которая написала, что надо разрывать дипломатические отношения. Насколько я знаю, в государственных органах власти четкого решения по этому вопросу нет. Беларусы стремительно беднеют, зарплаты и пенсии давно не растут. А если где-то и намечается минимальный рост, о котором радостно и громко рапортуют со всех государственных СМИ, инфляция съедает все. Накопление и сбережения, к сожалению, есть не у всех беларусов. Но у тех, у кого они есть, это единственное, на что можно рассчитывать в достаточно туманном будущем. К банковской системе доверие давно пропало, даже если это и частные банки. Режим без особых проблем может арестовать, забрать и экспроприировать для своих нужд любой вклад в любом банке. Все мы помним опустевшие индивидуальные чеки в сейфе Белгазпромбанка. И таких примеров множество. Популярный вопрос от подписчиков Маланки. Где сейчас хранить деньги и прочие сбережения беларусам? Что касается хранения денежных средств, это всегда довольно сложный, неоднозначный вопрос. Дело в том, что даже если не учитывать возможности, скажем так, вне правовых действий государства или каких-то государственных учреждений, банки, они ведь тоже под богом ходят и могут и разоряться, и прекращать деятельность. Поэтому вот в такие периоды, в периоды, когда ситуация нестабильная, неуравновешенная, этот вопрос возникает с неизбежностью. И ответить на него однозначно достаточно сложно. Все зависит, во-первых, от объема средств, которые человек хочет сохранить или приумножить, и от его, скажем, личных предпочтений. Если речь идет о достаточно больших средствах, то это прежде всего недвижимость. Она практически никогда не дешевеет. Ну, бывают иногда случаи, когда цены на недвижимость подскакивают резко. В этот момент, конечно, это не самое лучшее место для инвестиций. Но обычно недвижимость медленно, постепенно, но прибавляет в цене. Второй вариант – это изделия из драгоценных металлов, произведения искусства. Но тут надо отметить, что ликвидными, высоко ликвидными, то есть такими, которые можно всегда продать и превратить обратно в деньги, причем, опять-таки, с их ростом, являются только действительно шедевры искусства и шедевры дорогие изделия из драгоценных металлов. Все остальное обладает пониженной ликвидностью. То есть, если вам вдруг понадобятся срочно деньги, то гарантии, что вы сможете быстро продать картину или какую-то статуэтку, даже авторскую работу, или какое-то колье, или сережки какие-то, гарантии такой тоже нет. Возможно, вам придется потратить на это какое-то время. Но вместе с тем, если у вас вопрос не горящий, вы знаете, что у вас не понадобится в ближайшем будущем свободное средство, то это тоже способ вложения, потому что, если запастись терпением, то, конечно, можно реализовать и изделие из драгоценных металлов, можно реализовать и произведение искусства. Ну и никто не отменял, конечно, самый надежный способ хранения в иностранной валюте, только не в банке, а в банках. Единственное, о чем надо позаботиться, чтобы туда сырость не проникла, потому что уже участились случаи, когда люди приносят в банк купюру, а банк отказывается их принимать, потому что они заплесневели или еще там что-то с ними произошло. Вот, пожалуй, и этим исчерпывается небольшой перечень возможностей для инвестирования. К сожалению, для нас сейчас практически закрыт самый распространенный способ – это способ вложения в ценные бумаги, надежные ценные бумаги. Самые надежные ценные бумаги считаются казначейские бумаги Соединенных Штатов Америки. Они малодоходные, но зато они считаются самыми надежными. Есть более доходные, более рискованные. Тут уже каждый человек на Западе, там, где эта возможность открыта, она, собственно, была открыта и для нас в какой-то степени ранее. Там можно было выбирать, что вы предпочитаете – больший риск и большую доходность или меньшую доходность, но, соответственно, и меньшая риск. Сейчас, к сожалению, эта возможность существенно ограничена. Вот. Ну, вот, пожалуй, наверное, и все. Вы смотрели проект «Маланка Медиа. Народ спросит». Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Телеграм-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Подписывайтесь на наши каналы «Маланка Медиа» и «Маланка Лайв». Не забывайте ставить лайки и делиться в соцсетях. Каждый четверг в 13.00 смотрите прямой эфир ток-шоу «Народ спросит» на нашем канале «Маланка Лайв». Живе Беларусь и слава Украине!